Розы Дальше, прошу вас. И не пропускайте, пожалуйста, ничего. Дальше? Что дальше, могли бы и сами угадать. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли. Выскакивает убийца в темном переулке. И мгновенно поразила нас обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я прям спешу снять, успеть еще один ролик, чтобы у нас не получилось такой долгой разлуки. Я надеюсь, что вам вступление к этому видео понравилось. Я очень старалась проявить свои архетипы, черты характера, проявить свое творчество. И, соответственно, хочу снять такое же видео. Я не знаю, какое придумать к нему название. Это такие маленькие вещицы, которые поднимают мне настроение, заставляют играть воображение, которые просто радуют. И я хочу с вами об этом поделиться. Первое, с чего хочу начать, это, конечно же, наверное, о покупках одежды чуть позже. Я начну с посылки из Беларуси. И мне пришел берет от Ксюши. Я раньше вам показывала уже украшения, вы у меня спрашивали. Массивные кольца, брошь. И вот в этот раз ко мне пришла посылка с беретом. Я давно хотела... Ну, вообще, мне нравится стиль, как одевается Дита фон Тиз. В каком он таком мире своем живет. И она следует четко своему образу и не изменяет ему. Если Рината Литвинова долго-долго была в определенном образе, то сейчас она немножко вышла за эти рамки. То Дита прям четко следует и не отступает. И, в общем, Ксюша мне выслала берет. Это очень теплый, который 100% шерсть. Сделан в Чехии. Но Ксюша... Можно буду так говорить Ксюшу? Можно говорить Ксюшу, а не Ксения? Расшивает вручную береты. И это выглядит очень стильно, неповторимо. Но, по крайней мере, это соответствует стилю, образу, который я люблю. Я близко покажу полностью эту ручную работу. Вставлю обязательно фотографии, как на мне выглядит этот берет. Я когда получила эту посылку с беретом, то сразу ко мне пришел образ из Мастера и Маргариты. И мы шли с малышами, получили посылку. Потом так получилось, что по дороге продавали эти желтые хризантемы, желтые цветы. Я купила цветы. И мне так пришел образ, конечно же, красная помада. Девочки, помада у меня всегда милибачи, нуба. Семерка, она у меня лежит. Я не помню, сколько лет. Она не засыхается, у меня ничего не происходит. В общем, помада чудесная. И мне пришел этот образ. Я сама все сделала, накрасилась, сфотографировалась. И со временем мне пришла вот эта вот сценка, картина, которую мне подруга помогла снять. Я это смонтировала, как я видела. Немножко получилась такая Маргарита Булгаковская в стиле арт-хаус. И, в общем, этот билет я буду носить с удовольствием. Если вам нравятся такие интересные вещи, какие-то эксклюзивные, ручной работы, что самое важное, человек делает с любовью, с теплом в сердце. И это просто делится той красотой, которая находится у нее внутри. То заходите, ребята, на страничку. Я оставлю ссылки внизу. И я не рекламирую. Я делюсь вот, правда, тем, то, что нравится, то, что мне близко. Если вдруг вам нравится подобная стилистика. Заходите. У Ксюши очень много различных украшений и всего подобного. Кстати, сейчас очень модные маленькие всякие сумочки из бисера. У Ксюши это есть. И вы будете неповторимая на любой вечеринке, самая-самая. И дальше еще Ксюша положила мне в подарок украшение. Вот посмотрите сейчас. На мне кофточка от Эльвиры Гасановой с таким вот V-образным вырезом. И мне кажется, что отлично сюда подходит это ожерелье. Можно его сделать... Оно было, смотрите, в такой красивой упаковке. Такой красивой упаковочке, красивой пакетике. Но пакетик уже ему приделали ноги, вы знаете, кто. Туда собирают каштаны. Таких две цепочки, две подвески. Их можно соединять в одну. На мне цепочка, которая более такая увесистая, более плотная, мощная. Как красиво это смотрится с открытыми вот ключицами. Мне очень нравится. Сам себя не похвалишь, знаете. И вторая цепочка можно делать вот так. Вторую надевать. Но я соединяю обычно в две. И выходит одна прям плотная, как чокер. И другая вот так вот висит подвесочкой. Они соединяются в одну длинную цепь. Я пока одела вот эту, которая потолще. Мне нравится, как с этой кофтой смотрится эта подвеска. Так что у Ксюши есть и украшения очень много. От души рекомендую. Раз я начала говорить про Гасанову Эльвиру, расскажу о этой покупке, которая она мне выбирала сегодня из трех цветов. Я, как обычно, пришла за одним цветом, ушла с другим. Была красивая красная кофта. Потом вот этот болотный цвет. И такой цвет Макс Мара. Я хотела цвет Макс Мары, но почему-то мне показалось, что вот этот зеленый на мне очень красиво смотрится. Вы пишете, говорите, что я все время люблю черный. Не только. Вот у меня случаются и другие цвета. И у меня есть такой тоже плащ Макс Мара. Вот приблизительно такого цвета. Я решила, что будет очень красиво. Плюс с этим украшением смотрится тоже достойно. Вот она Эльвира Гасанова. Хотите, Инстаграм тоже оставлю внизу, чтобы вы могли посмотреть. Там по приятным ценам сейчас кардиганы на пуговицах удлиненные. Вот кто-нибудь у меня юбки, либо штаники в обтяжку, будет прям очень классно и на сейчас, на погоду. Дальше хочу ответить по поводу гольфа. Купила случайно. Вы у меня просто часто спрашивали. Это тот гольф, в котором я вот в последних видео была. Бренд называется All Saints. Я каждый сезон покупаю черный гольф, черную водолазку. Но уже просто водолазку, как водолазку, это не совсем интересно. Эта кофта, она идет, смотрите, такая вот оала, квадрат. Вы видите, какой квадрат? И он впереди идет на запах. Она немножко такая полупрозрачная, на запах. То есть это квадрат. И рукава идут вот очень-очень тоненькие. Черные, а-ля такая лапшичка. И такой же ворот. Ношу не снимая, я ее обожаю. Вообще этот бренд, ну такой ценник, достаточно высокий. Не знаю, на каком уровне. Если сравнить цены, ну на уровне Max Mara Weekend у них цены. Но я брала по скидке, мне очень свезло. Она была одна, с какой-то сумасшедшей скидкой. Я ее взяла, то есть по цене гольфа из Benetton. Качество намного выше, намного лучше. Вы мне спрашивали, поэтому я решила о этой кофте рассказать. Я ее носила, не снимаю и рекомендую вам обратить внимание. Кстати, в этом бренде очень много вот таких вот различных оттенков, цветов. У них такой стиль узнаваемый. Узнаваемый, поэтому загляните в корнер. Я думаю, что вы там найдете что-то. И вот если подгадать со скидками, то это будет прям очень круто. Дальше, что хотела рассказать. Я, по-моему, где-то уже в видео рассказывала, что я купила проигрыватель для виниловых пластинок. Девочки меня спрашивали, Катя, где я купила? Отвечаю, купила. На розетке, девочки, это не реклама. Это я просто отвечаю, где я купила. Самый, ну не то, что он не самый дешевый был. Нет, средняя цена проигрывателя. Я брала такой, чтобы мне не нужен был проигрыватель и отдельно колонки. Я брала встраиваемые колонки. Я покажу сейчас, сделаю видео отдельно, фотографии вставлю. Достойное звучание. Конечно же, если вы меломан и вы занимаетесь этим десятилетиями, слушаете пластинки, наверное, для вас этого звучания будет недостаточно. Но мне пока вполне. Для настроения, когда я нахожусь одна дома. Про видео комнаты убрала, и мне хочется отдохнуть, я включаю обязательно Лану Дель Рей. У меня альбом Paradise. Здесь такие песни, как Ride, American, Coca-Cola, Body Electric, Blue Velvet. Извините за мой английский. Мне просто нравится слушать. Вот невероятное звучание. Плюс именно с Ланой Дель Рей я хотела начать свою коллекцию. Я очень мечтаю еще о пластинках, конечно же, Stingo. Дальше мне хочется альбом Мадонны Эротика. И на розетке также есть пластинки. Пластинки Милен Фермер. Прям полные сочинения, собрания. И, кстати, их постоянно раскупают. И ценник такой, ну, почти 100 долларов, стоит две пластинки. Но я так мечтаю, мне так хочется иметь вот несколько-несколько пластинок и слушать. У меня проигрыватель уже несколько месяцев, и мне не надоело слушать Лану. Есть еще детские сказки, конечно же, мы слушаем. Но вот именно из моих у меня пока только Лана. Но обеспечивает мне определенную атмосферу, определенную ауру. Я бы хотела, конечно, сейчас включить и показать, как играет. Но авторские права на Ютубе не позволят мне даже и 7 секунд включить музыку. И все получится. Я сейчас что-то придумаю, что-то сделаю. Показать, как звучит музыка. Это просто очень красиво, это атмосферно для любого вечера, для дома. Вот обеспечивает такую красивую, хорошую ауру. А вот то, что я дальше вам хочу показать, свой телескоп. И я занимаюсь тем, что наблюдаю космос, но пока не глубокий космос, а только Луну. И это что-то незабываемое. У меня был, кстати, выбор купить телескоп или платье от Виктории Бекхэм. И все-таки весы совести перевесили в сторону телескопа. Я невероятно рада, мне удалось увидеть явление, когда вокруг Луны, я не знаю, проносились мимо, летали, плавали астероиды. И это всё невесомости. Я когда смотрю, изучаю эту Луну, она так двигается, она каждый раз разного цвета. Видны все меридианы, как глобус, наклонённый глобус. Это неописуемое впечатление, это неописуемая гамма чувств. И когда я настраиваю этот телескоп, знаете, открывается такая перспектива вечера, что-то можно увидеть в этом космосе. Это просто невероятно. И плюс маленькие дети тоже к этому, ко всему приобщаются, приучаются. Мне кажется, это необычно. У нас ещё балкон прозрачный, и вот соседи видят, что у нас тут такие всякие установки на балконе. Ну, они знают, что там живут достаточно странные люди, я имею в виду, в квартире. Поэтому тяжело мне было... Кстати, я собрала телескоп сама за три дня. Девочки, собирала пальцами. Какими-то непонятными отверток не было дома. И когда я его уже собрала весь, я в наборе нашла отвертки. Ну, так могу собирать только я. И ещё, что интересно, я его собирала по видео из Ютуба уже. И это можно на Ютубе найти. И собирала три дня. И тоже настраивала прицел на нём есть. Как смотреть именно в космос тоже по Ютубу. Потому что якобы вы Луну видите, да, даже вот какой-то объект космический вы видите. Но это не так, что куда смотришь, туда и настраиваешь. Там нужны ещё определённые навыки. И я тренировалась сначала по домам, по балконам настраивать днём. И после этого у меня уже получилось настраивать на Луну. И вот этот вот процесс, когда необходимо делать какие-то усилия, да, даже не столько результат важен, как вот этот вот путь, который пройти до получения нужного результата, до получения своей мечты, до получения цели. Это что-то неописуемое и невероятное. Я вам сейчас хочу показать. Возможно, просто кто-то тоже этим интересуется, хочет купить своим детям. Я пропишу модель. Если вам интересно, вполне по своим характеристикам. Я выбирала так, чтобы занимало немного места. И был мощный. Мощное увеличение, было мощное расширение. Но я со временем планирую докупать линзу Барлоу, чтобы видеть ещё и другие космические объекты. Переключаемся. Мощное увеличение, было мощное расширение. Тут внизу можно складывать различные линзы, чтобы их не уронить, не побить. Тренога шла в комплекте. Это регулировка, куда вы крутите свой телескоп направления. Это противовес, самое тяжёлое, что для меня было приспособить к этому телескопу. И тут уже наблюдаете непосредственно за космическими объектами. Он у меня закрытый стоит. И главное, когда светит солнце, не направлять телескоп на солнце, потому что можно ослепнуть. Это пишут в инструкции каждому телескопу. Таким получилось видео. Я надеюсь, что оно получилось интересным. Я благодарна вам за ваши лайки, за ваши комментарии. Если у вас остались ещё вопросы по проигрывателю, пишите. Я постараюсь ответить. Либо появились вопросы по поводу телескопа, также пишите. Все ссылки я оставлю, как обещала. И надеюсь, что уже очень скоро мы с вами снова увидимся. Я старалась максимально сделать какое-то нестандартное видео, чтобы поделиться радостью, своими интересами. И ещё у меня на 2020 год стоит план научиться играть в шахматы. Это вот то, что я ещё не сделала. Я закрыла только вопросы по проигрывателю и телескопу. Освоила, насколько я это могла сделать. Но вот ещё теперь у меня на повестке дня стоят шахматы. И книги Каспарова хочу прочитать. Это вот то, что на ближайшее будущее. До конца 2020 года осталось уже 2,5 месяца. Всё. Я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. До скорой встречи. Всем пока.